Давид, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию нашу? Вот, либо Насралла выбрал такую стратегию выживания, что, типа, мы очень слабые, и ждет, чтобы всякие разные европейские, американские дяди, тети начали давить на Израиль и говорить, ну вот вы непропорционально отвечаете, посмотрите, Хизбалла очень слабая, у вас нет пострадавших, а у них там сотни погибших, сотни раненых, разрушенные населенные пункты, давайте прекращать это. Либо действительно мы нанесли по ним такой удар, что им просто особо нечего отвечать, потому что выглядело это очень страшно, 150 тысяч ракет, которые могут поразить любую точку на территории Израиля, как-то мы вот теперь не очень этого боимся. Вот как вы видите эту ситуацию? Я бы сказал, что пока перестать бояться было бы, возможно, неразумно, слишком рано еще, но, в принципе, на данный момент действительно, Хизбалла какого-то серьезного ответа на вчерашний израильский удар еще не сумела организовать частично тут, может быть, и то и другое, то есть сочетание факторов. Понятно, что физически им сейчас сложнее, потому что действительно большое число спусковых установок, так и складов ракет уничтожены, плюс они по-хорошему должны вообще решить, как дальше действовать, потому что то, что произошло вчера, не факт, что они заранее ожидали такой резкой эскалации, потому что, в принципе, с израильской стороны мы уже приближаемся к количествам ударов в день, которые предусмотрены на полномасштабную войну. Мы уже перешли на четырехзначное количество, то есть полномасштабную войну, в принципе, можно наносить в два-три раза в день больше, но это уже не на порядок. То есть мы уже перешли, они еще пока думают, пока еще. Разумеется, в голову противнику лучше не влезать, если почему-то 7 октября нас научило, так это этому, но, скорее всего, тут и то, и другое. Частично они еще не решили, частично им физически сейчас сложно, плюс, ко всему прочему, постоянно сегодня была очередная попытка ликвидации очередного руководителя, то есть, кроме прочего, даже собраться на совет и подумать им сейчас сложно. То есть пока они, видимо, еще ищут более-менее приемлемый ответ в данной ситуации. Ну, там, по-моему, Насралла уже один остался, поэтому ему собраться очень легко сам с собой и принимать какие-то решения. Но Насралла не военный, он все-таки политический и духовный лидер. Ну, он общеполитический руководитель, понятно, что конкретные приказы, кому откуда стрелять, как говорится, стой справа, заходи слева, для этого нужны другие руководители. И вообще, в целом, если сейчас нужно принимать стратегические решения, то без Насраллы все равно не обойдешься. Конкретно, как это превращать в оперативные приказы, это решат военный руководитель. Но если Насралла, например, решает как-то эскалировать свои ответы, допустим, теоретически, нанести удар по Гуждану, чего он до сих пор не делал, то это, в первую очередь, именно политическое решение. Конкретно нажать на кнопку – это не проблема. Надо решить, что на это идет, к чему это может привести. Они уже видели, что даже без этого вчера им, говоря простыми словами, хорошо прилетело. Короче, с очень большой вероятностью они сами сейчас ищут хорошее решение на данный момент. Чего-то серьезного со стороны ХИСБО еще не видели, но это не значит, что у них вообще уже нет возможности. Они просто пытаются пройти между двух огней. Они до сих пор не хотели полномасштабной войны. Это, возможно, они и сейчас еще с одной стороны ответят, но все-таки, чтобы полномасштабной войны не случилось. Ну вот только что стало известно, официальное заявление сделала Хизбалла о том, что она изменила цели войны. Раньше целью войны они называли поддержку палестинского народа в секторе газа. Теперь они поменяли эту цель и на новую. Это защита народа Ливана. Как это может повлиять как раз на их действия, на их активность теперь? Но это, по-моему, возможность слезть с этого дерева. Потому что раньше же это была такая железная привязка к газе. И они говорили, что пока Израиль не закончил в газе, мы будем продолжать сопротивление. В принципе, может сработать вот эта сторона. С одной стороны, действительно, он сможет, если захочет, использовать это, чтобы слезть с дерева. С другой стороны, наоборот, может сказать, теперь мы уже направлены на внутреннюю аудиторию. Основная претензия страны ливанцев к Хизбалле была в том, что он втягивает их в чужую войну. Почему мы должны страдать за каких-то там палестинцев? Другие арабские страны отделываются, в лучшем случае, словами поддержки. Почему мы должны активно участвовать? Сейчас, если он говорит, что сейчас мы защищаем уже Ливан, фактически, если он захочет, он может использовать это в обратную сторону. То есть, это уже наша война, мы воюем уже не за кого-то. Мы защищаем, собственно, Ливан от израильской агрессии. Разумеется, еще займет время увидеть, во что эти слова притворятся на практическом уровне. В принципе, на уровне политических шахмат, при желании, он может пойти как в одну сторону, так и в другую. Мне кажется, что они слезли с одного дерева, но залезли на более высокое дерево. Потому что слезть с дерева защитой ливанского народа в этих обстоятельствах гораздо будет сложнее. Потому что это означает, что им надо каким-то образом побеждать. Нет, но если они заключают перемирие, значит, вот мы защитили ливанский народ, Израиль прекратил атаки. То есть, мне кажется, что это... Ладно, посмотрим, тут как бы не суть. Но вот сегодня, Давид, сегодня газета «Исраиль Айома» опубликовала материал со ссылкой на израильский военный источник, который сказал, что это даже еще не прелюдия к прелюдии. У нас еще столько всего для Хизбаллы заготовлено, что они будут удивлены. Это просто такая бравада, просто такая попытка психологического давления на ту сторону? Ну, или действительно это еще даже не прелюдия к прелюдии, и впереди нас ожидает неотвратимо наземная операция? Неотвратимого ничего нет, потому что, в принципе, логика военной операции, как она нашла до сих пор, это именно постепенное наращивание давления, а не полномасштабная война с решительными целями. То есть пока еще, как минимум, слух звучат слова, что если Хизбалла не понимает, то со следующими нашими ударами она поймет, то есть не ставится цель какого-то полного разгрома. Насчет того, что прелюдия к прелюдии, с одной стороны, разумеется, психологическое давление, с другой стороны, мы видели, как тоже операции с пейджерами, такого никто не ожидал. Поэтому сейчас уже можно ожидать всего, и плюс обычные вещи, типа просто усиления авиаударов, как я уже сказал, запланированные на случай полномасштабной войны, даже более мощные и широкие авиаудары, чем те, что мы видели вчера, поэтому чисто технически нам вполне еще есть куда продолжить. Да, вот мы сегодня говорили с вашим однофамильцем, представителем офиса премьер-министра Дмитрием Гендельманом, и мы ему задали вопрос, какова должна быть цель, точнее сказать, цель-то сформулирована, возвращение жителей севера домой. Но для того, чтобы этой цели достигнуть, достаточно ли, например, провести просто, скажем, какие-то действия, сухопутную операцию, вытеснить Хизбалу за реку Литане, ведь остается еще ракетный потенциал, который как бы от этого никуда не денется. И если ставить такую цель, то нужно проводить какие-то еще действия, нужно уничтожать этот ракетный потенциал. И он согласился с нами и сказал, что да, так и ставится задача. Вот вы, как бы вы сформулировали задачу, которая ставится политическим эшелоном, политической властью в Израиле перед армией? Перед армией на данный момент ставится именно ступенчатое повышение давления. Понятно, что сухопутная операция тоже имеется, что называется, в ящике инструмента. Вопрос решаться ли ее задействовать, потому что всем понятно, что в отличие от авиаударов, это порог, который до сих пор, израильское предыдущие, не решалось перейти. В конце концов, самолет через пару минут возвращается. Наземная операция, пусть даже ограниченная на несколько километров, гораздо более радикальное решение. Возможно, дойдет и до него. То есть понятно, что армейском уровне оно подготовлено. Если будет приказ, это будет сделано. Вопрос, отдаст ли такой приказ политическое руководство, будет ли оно вынуждено это сделать, даже помимо своего желания, как минимум до сегодняшнего дня, до нынешнего часа, оно пока еще этого делать не хотелось в течение всей этой войны. Посмотрим, возможно, дойдет и до туда. Но общий принцип пока постепенное наращивание давления, а не то, что сразу единый момент на всеми средствами полномасштабная война. Да, но я, извините, я хотел просто продолжить. Вот если, предположим, действительно удастся заставить Хизбалу силой или давлением уйти за реку Литане, будет это означать, что можно уже возвращаться домой жителям Севера? Или этого мало? Или надо идти дальше? Нужно делать что-то еще? Потому что еще раз ракеты остаются у Хизбаллы. Но ракеты остаются в любом случае, даже на случай полномасштабной войны, как она записана в сценариях, отрабатываются на учениях. Проблема в том, что стратегия, в первую очередь, география, в отличие от газа, который мы физически можем полностью захватить и полностью зачистить. Мы не можем полностью захватить не только весь Ливан, но даже половину Ливана. Для полного разгрома из Балы полного уничтожения военного потенциала нужно захватить половину Ливана, включая Бейрут. Мы сейчас физически это сделать не можем. Поэтому даже максимальные сценарии полномасштабной войны, как она отрабатывается, предусматривают уничтожение от половины до 2 трети, в лучшем случае, личного состава и военных возможностей Хизбаллы, в том числе ракетного потенциала. Поэтому понятно, что какое-то количество все равно останется, но так как логика до сих пор была, и она, в принципе, и озвучивается, чтобы Хизбалла наконец-то поняла, говоря в кавычках и без кавычек, то есть какой-то потенциал у них останется, вопрос, захотят ли они все-таки продолжать. Понятно, что потом задним числом нужно будет сказать, что это было недостаточно радикальное решение, надо было бить еще. В конце концов, после 2-й Ливанской тоже был долгий период мира, когда Хизбалла не стреляла, но она за это время наращивала силы, и сейчас она уже на порядок сильнее, чем тогда. Вопрос, что будет после нынешней вспышки, перейдет ли она к войне и прочее. В любом случае, даже на самый радикальный случай, полное уничтожение не ставится задачей, поэтому этот вопрос, скажем так, в любом случае какой-то ракетный потенциал у них останется. — Давид, вот вы представляете себе, как Хизбалла все-таки сегодня может оказывать хоть какое-то сопротивление Израилю, какие-то обстрелы еще делать, не имея вообще никаких средств связи, судя по всему. Ну вот Израиль в этой операции с пейджерами использовал, ну, ну, слушайте, насрал, он там, конечно, лидер Хизбаллы, но он прежде всего шейх, это значит, что ему присущи все эти вот вера во все эти религиозные глупости, во все эти там загробный мир, в гури, в нечистую силу, и он очень всегда с большим недоверием относился к современным технологиям, поэтому вот он выкопал откуда-то эти пейджеры. Сейчас он остался без пейджеров, без раций, ну, видимо, только с проволочными телефонами, и фактически Хизбалла сегодня не имеет эффективных средств связи, то есть одна рука не знает, что делать, другая, и вообще не представляю, как можно. Возможно, это просто какие-то спорадические очаги сопротивления Израилю, какие-то спорадические случайные запуски по израильской территории, которые никак не скоординированы, никаких приказов нет, и каждый делает... Извини, перебью тебя прямо сейчас, сигнал тревоги из-за ракетного обстрела звучит в Рушпине, в Цфате, в Миром Хагалиль, если вы слышите сигналы тревоги, вот Хермон также, если вы слышите сигналы тревоги, то проходите, пожалуйста, в защищенное помещение, пребывайте там не менее 10 минут. Вот, может быть, это все как бы частные личные инициативы отдельных Хизбаллонов, которые там импровизируют и пытаются хоть как-то эти ракеты израсходовать, пока их Израиль не разбомбил? Я бы сказал, что американцы называют слишком хорошо, чтобы быть правдой. Понятно, что в той или иной степени вся система связи и координации нарушена, но они тоже неполные дураки, в них дублированы системы, и та же, в принципе, проводная связь, совершенно неверно ей пренебрегать. Это очень полезное средство именно в современных условиях, когда все радиоэлектронные средства пеленгуются, иногда, как мы видим, даже взрываются. То есть я бы сказал, что скорее они еще просто не решили, что конкретно делать. Я бы не сказал, что они вообще уже ничего координированного делать не могут, это просто какие-то спорадические запуски. И, в принципе, вполне возможно, через некоторое время мы увидим нечто более эффективное. В любом случае, лучше не впадать в головокружение от успеха, даже от таких удачных операций, как операция с пейдерами и рацией. Все-таки вот, Давид, вы даже в своих прогнозах, в своих сценариях возможной войны с Ливаном в Ливане, вы описывали все это, да, и мы это все читали и комментировали, и с вами об этом говорили неоднократно, о том, что ожидается, что в случае войны из Ливана полетят тысячи ракет в день, да, то есть мы как бы этого ожидали, и вот вроде бы все началось, этот день наступил, и мы видим, ну, сколько, ну, там, сто, что-то между сотней и двумя сотнями ракет, там, в день вот они вылетают, ну, и все, да, то есть такого вала ракет, который мы ожидали, его нет. Наверное, это результат вот этих вот нескольких дней планомерного уничтожения пусковых установок, сколько там их уничтожено, там, сотни, наверное, пусковых установок, тысячи ракет, там, или десятки, может быть, тысяч ракет, ну, то есть... Я слышал, что около половины ракетного потенциала Хизбаллы уже уничтожено, то есть если было 150 тысяч, то сейчас, наверное, где-то 70-80. Вот как вы оцениваете, сколько уничтожено ракет из тех, что были у Хизбаллы? Ну, начнем отвечать сначала, то, что я говорил, это не мои прогнозы, прогнозами не занимаюсь, я говорил о том, как это отрабатывается на учениях и сценариях войны в Генштабе, скажем так, как я участвовал в этих учениях, я читал эти вводные с конкретными цифрами, например, вот на сегодня десятый день войны, прилетело столько-то ракет, какие-то темпы в день, у нас столько-то убитых и так далее. Это то, что реально много лет отрабатывало арабная оборона Израиля, это не то, что я встал с утра и сам это выдумал. А счет того, почему сейчас мы это не видим, частично, разумеется, из-за мощного ударов, в принципе, диалектически, на самом деле, если посмотреть, именно из-за того, что армия готовилась отражать вот такое вот, сразу же, разумеется, еще много лет назад была, скажем так, мысль, что нам можно сделать, чтобы это как можно как можно больше забить в землю. То есть, если мы видим, что у них вот такой потенциал, столько тысяч ракет в день, давайте построим ударно-разведывательные огневые комплексы, чтобы как можно больше этого всего уничтожать, частично то, что мы сейчас видим. Это именно нарушение возможностей, но как минимум, частично это у них пока все еще нет желания, потому что нет пока оснований считать, что, например, для стрельбы по тому же Гуждану у них сейчас абсолютно уже нет возможностей. Как раз ракеты большого радиуса, имеющиеся, открытые информации в этих ударах особо не уничтожались. То есть, возможности у них еще есть, но они, возможно, опять же, мы не знаем, что у них в голове, возможно, они все еще не приняли решение пойти на полномасштабную войну, поэтому, когда обычно говорим, для танга нужны двое, а в данном случае мы видим только полтора. Мы вышли тоже не полностью на полномасштабную войну, но мы гораздо больше со своей стороны по количеству ударов и вообще по количественным параметрам приблизились к полномасштабной войне со своей стороны. Они действительно отстают на порядок. Вместо нескольких тысяч запланированных ракет мы пока всего видим пару сот. Возможно, если они примут такое решение, что все, мы отпускаем все тормоза, возможно, мы эти несколько тысяч ракет и увидим, но возможно и нет, потому что и Иран, и Хизбалла далеко не факт, что они действительно сейчас уже приняли решение на это пойти. Если они все еще так будут удерживаться, полномасштабной войны для нас это в принципе дает дополнительные возможности. Раз они пока удерживаются, нам это дает больше времени бить их как можно больше, пока они не решаются снять все тормоза. Но посмотрим, тут проблема, что ситуация очень динамичная. Через час насрало может принять или Иран, или они вместе принять другое решение. Тогда мы все это увидим. Именно в том и проблема, что было верно час назад, может быть неверно через час, и это заявление Хизбовы, что сейчас они уже защищают Ливан, как я уже сказал, трактовать это можно в разные стороны. В любом случае, надо подчеркнуть, что все эти сценарии это не чьи-то пугания правительства или тех или иных экспертов. Это то, что те реальные цифры, которые реально рабатывались на учениях и спасательные подразделения получали в том числе задания на такое-то количество разрушенных зданий в день, такое-то количество эвакуации убитых, его отрабатывали перехват такого-то количества средств в день. Все реальные цифры. Если нам не придется с этим столкнуться в реальности, благодаря тому, что мы с перепугу, говоря простыми словами, все это резко разбомбили, то оно и лучше, лучше перестраховаться. Но еще раз надо подчеркнуть, это реальные цифры, я бы пока не стал расслабляться и говорить, мы уже им там все разбомбили, они уже ничего такого, чего мы боялись, сделать уже не могут. Нет, ну мы, конечно, им еще не все разбомбили, но вы знаете, вот о чем я еще думаю, высшее командование у них выбито, то есть сегодня фактически военные приказы отдаются командирами среднего звена и ниже, связи нет, ну или она есть, но работает плохо, проволочные телефоны и так далее. И кроме того, боевой дух, понимаете, Ливан это довольно продвинутая страна, и в Хизбаллу ливанцы, многие ливанцы идут в Хизбаллу просто из-за того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, потому что там тяжелейший экономический кризис, поэтому, ну это не фанатики типа Хамаса, это не фанатики типа Хуситов, тем более шииты, да, шииты немножко другие, это более, они в более таком прагматичном ключе, поэтому я думаю, что боевой дух после всех вот этих ударов, начиная с пейджеров, боевой дух у них так не очень, поэтому на сегодняшний день, ну, есть все шансы их разгромить до конца. Тут несколько аспектов, они как раз вполне себе фанатики, то, что зарабатывать деньги одну другому не мешает, в принципе, шииты, если бы они не были фанатиками, могли бы зарабатывать деньги торговлю, они этим хорошо известны, факт, что они идут из Балу, строят ракеты и так далее. Балу, сейчас понятно, что несколько нарушен, скажем так, после этих ударов, но списывать так противника после одного такого удачного дня было бы неразумно, всегда лучше перестраховаться. Как я уже сказал, у них возможности еще есть, и вполне возможно, мы их еще увидим, если не увидим, разумеется, хорошо и прекрасно, но в данном случае лучше еще раз и еще раз перестраховаться. А вот тот факт, что мы так вот системно уничтожаем их руководство, да, ну, я там сейчас не говорю про вот эти пейджеры и радиосвязь, ну, Акиля мы, да, ликвидировали. Вчера была попытка, не вполне понятно, с этим самым Али Кархи, то ли он ранен, то ли там не удалось его ликвидировать, не очень пока понятно. Вот буквально новость с последнего часа, еще одна попытка точечной ликвидации произошла тоже в Дахи, в Бейруте, и тоже пока еще нет информации о том, все-таки удалось, не удалось и кого удалось, если удалось там ликвидировать, то есть, вот эти действия, они просто буквально там происходят каждый день, если действительно там каждый военный руководитель, военный там командир высокого уровня Хизбаллы или уже ликвидирован, или находится в этой очереди и как бы опасается, что он следующий, то есть, насколько это серьезно влияет на введение военных действий со стороны Хизбаллы? Разумеется, это влияет, именно поэтому по ним и бьют, не только, чтобы, как говорится, отомстить за все прошлое, но и чтобы помешать действиям дальше, даже если кто-то остался жив, то в этой ситуации он должен в первую, вторую, третью очередь думать о своей личной безопасности, только потом, когда у него остается на это свободное время, осуществлять военное руководство, именно поэтому сейчас и ведутся усиленные ликвидации, все это, разумеется, тоже нарушает нормальное функционирование организации, в принципе, для любой организации выбивание руководителей отрицательно сказывается, тем более для такой, как Хизбалла, то есть, законспирированная, террористическая организация, в принципе, военная и террористическая, понятно, что ничего хорошего для них это не означает, но опять же, еще раз, еще раз, предостерег излишнего впадания в то, что мы уже всех перебили, все разбомбили, они ничего не могут, не могут командовать, не могут связываться, не могут стрелять, частично, разумеется, не могут, а частично пока еще просто не решили, а частично, возможно, и не хотят, потому что факт, что как минимум сколько-то ракет, возможно, не попасть, но хотя бы запустить, потому что Гуждану они могли и во всех сценариях полномасштабной войны это записано большими буквами, и факт, что они до сих пор этого не сделали, потом задним числом, разумеется, уже будет более точная информация, на данный момент они больше не могли или больше не хотели, сейчас мы, что называется, в моменте, ситуация очень динамична, но всегда лучше перестраховаться, какие-то возможности у них вполне еще есть, если учесть, насколько большие они были с начала войны, то даже если мы откусили большой процент, все равно еще большой процент остается.